Здравия вам участников шестого поединка! Боец в синем углу октагона, ему 23 года, рост 1 метр 76 сантиметров, вес 66,1 килограмма. Из Гудермеса, Чеченская Республика, его базовый стиль Ушу Саньда, его рекорд 2 победы при 2 поражениях. Ислам Гудермеский Датсайя! Его соперник в красном углу клетки, ему 28 лет, рост 1 метр 82 сантиметра, вес 66,3 килограмма. Из Ростова-на-Дону, его базовый стиль ММА, его рекорд 1 победа при 1 поражении Аркадий Кармандуха! Рефери в октагоне Гирихан Шибилов. Итак, Ислам Датсаев, Аркадий Кармануков. Постарше будет Аркадий, повыше и, соответственно, размах рук у него есть преимущество. Ну и в два раза опытнее его оппонент, поэтому в среднем будем считать, что паритет, что, в общем-то, и логично. Ух ты! Ну, сразу показывает, что да, действительно, размах рук выдающийся Аркадий и джеб и фронткик. Это именно те действия, которыми мы не только замеряем расстояние, но и выстраиваем расстояние. То есть не позволяем зачастую подходить человека ближе, если успешно их используем. Жесткий в очередной раз от Датсаева лоу-кик, ищет он эту ближнюю ногу. И вообще потяжелее, по-моему, у него удар. А вот джеб – это то, чем должен пользоваться боец, у которого есть антропометрические преимущества. Ну и фронткики, да, такие в каратейском стиле. Их вообще довольно редко используют в нападении. Обычно навстречу, когда человек идет вперед с ударами рук, и его как раз встречают фронткиком в корпус. Теперь ближнюю ногу начинает терроризировать Датсаев. Поддавливает. Ну, смысл в том, что фронткик, когда мы бьем его просто вперед, легко прихватить. Пока это не получалось, не знаю, задачи такой не были, просто не получалось. Ну вот именно поэтому редко его используют в такой манере. Однако вот, мы видим, что Аркадий большой молодец. По крайней мере, вносит что-то такое, ну, условно новаторское. Понятно, что все это уже было. Ну вот сегодня, например, он такой первый. Ой-ой-ой, еще один вышибающий лоу-кик. Высекающий. Исполняет Датсаев. Ну что, собственно, является классическим ответом на такую тактику дальних ударов. Смахался, но мимо. Ну, при этом, вы знаете, было довольно опасно. Акцентированный удар заряжал чеченский спортсмен. Там чутовищно прилетает вообще во внутреннюю часть. И вот здесь как раз уже защищался Кормануков. Еще пытается за счет джеба. И вот здесь хорошая двойка получается. Меняет стойки Датсаев. Пока трудно сказать, каким результатом это приводит. Промежуточные результаты не столь богатые, чтобы о них прям как-то рассуждать. Поединок еще не раскрылся. Но кто знает, возможно, как раз к этому мы и приближаемся. Корман Кулов очень здорово сейчас разворачивает, прижимает к стенке. Но это именно фиксирующая такая позиция. Не пытается он пока проводить приемы. Еще попытка поработать коленями. Очень хорошо отжимает сейчас голову. Вот ровно так же Эдуард Вартанян отжимал голову у Юсуфа Раисова. И во многом за счет этого смог добиться хорошего успеха. А еще один обмен коленями. Да, почти тайский клинч мы с вами наблюдаем. В общем-то классическая история для современных смешанных единоборств. Смена позиции. Датсаев теперь работает первым номером. Отлично. Очень хлестко, плотно прилетело туда. В район таза, но чуть-чуть выше печень. Здорово. Жесткие луки, кстати, мы с вами наблюдаем. Да и вообще работа ног. Да, и застоялся сейчас Аркадий. И как раз получил несколько ударов. Да, я понимаю, что сейчас вызвало улыбку. Ну, да, я поясню просто. Всегда жутко умиляет, как начинают болеть трибуны. Сейчас такой тонкий-тонкий детский голос кричит. Подними руки, Аркадий. Все по делу. Юные болельщики, да, советуют. Здорово. Вот здесь немножко Аркадий смещался влево. И после уклона хорошо пробил в голову. Но продолжает пропускать во ближней ноге. И вот сейчас видно, что хорошенечко достал. Очень здорово сработал в корпус. Потухла немножко атака в борьбе. Ну, кто знает, может быть, сейчас это только прелюдия к какому-то новому взрыву. Питается из выхода с клинча достать. Датсаев не получается менять стойку. Кстати, довольно неплохо. Он защищается плечом. То есть я не могу сказать, что это филадельфийская защита, как у Майвезера. Но на отходе очень здорово. Он защищает челюсть именно таким способом. Так, смена стойки от Аркадия. И, кстати, впервые мы видим его вот так. Ну, ладно, не впервые, но снова идущим вперед. Пошел. Ух ты, хорошая двоечка была. Ну и концовка. Интересно, получится ли здесь... Да, есть перевод. Есть перевод. И, кстати, не будем исключать, что за счет этого, возможно, забирает раунд чеченский спортсмен. По крайней мере, я не удивлюсь, если это будет так. А так раунд очень равный. Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся в поединок. Начинается он с размена. С размена на руках. Место в карьер никто не собирается откладывать. Долгий ящик здесь. И по всему развитие событий здорово, как с дистанцией. Хорош Аркадий. Временами еще и сам пропускает, но идет вперед. Да, левый работает очень здорово, что, в общем-то, логично. Действительно, первое, чему его должны были научить, когда он пришел на единоборство, это хорошему джебу. Руки действительно очень длинные. И мы помним целую эру братьев Кличко, которая была в боксе. И вся эта эра была основана на шикарно поставленном джебе. Вот. Если это возможно в боксе, то вполне себе это возможно из смешанных единоборств. Да, есть на руках преимущество у Аркадия, если он работает действительно на дистанции, если он этим правильно пользуется. Но Датсаев, я думаю, сейчас, долго не думая, попытается пройти в борьбу. Потому что закрепилось некое такое моральное, наверное, преимущество. И да, вот сложно доставать сейчас Датсаева как раз с уклоном вправо ему приходится, и он постоянно натыкается. Да, снова Аркадий выцеливает челюсть и навстречу, и работать вперед. И здорово переходит на корпус. Я не знаю, насколько акцентированный у него удар в корпус, но что апперкос в корпус, что лево-боковой он наносит тоже здорово. Работы правой я не вижу. Ну, может быть, действительно, для него это сейчас лишнее, если так уверенно получается работать передней рукой. Так что придумывать? Здорово! Обратите внимание, как перевел. Начал с корпуса, перевел на голову. Такой вот тоже лево-прямой, вот, наконец, правая. Да, явно улучшил самого себя Аркадий или подраскрылся. Ну или да, просто понял, что надо идти вперед. Вот, здорово сработал левый апперкот. Вот добавить бы к этому еще правый прямой, как у великого Лемешева. Но, это всегда хочется на эту тему похантазировать. Здорово! Вот левый не дошел, а правый был. Вот этот апперкот в полсилы. Здесь прихватывается Датсаев. Видно, что ему показывают из его угла. Надо разворачивать оппонента. Да, есть небольшая пауза. Выпала капа, поправила ее рефери. Попытка коленом еще до стадии со стороны Датсаева неудачна. Ну да, когда прижат спиной к стене, довольно трудно акцентированно ударить. Вот здесь уже можно. Потому что появилось некоторое расстояние. Вот это было отлично. Колено и Датсаев хорош в этом микроэпизоде. Да, вы знаете, очень интересно сейчас смотреть этот поединок. И вот эти клинчевые паузы, они скорее дают немножко передохнуть. Но передохнуть в ожидании, что сейчас будет новая работа в боксерском стиле. Будет ли сейчас скручивание, перевод. В общем-то, в конце первого раунда это получилось. Вот здесь, если спину подрезать, то и Артем может провести прием. Аркадий. Аркадий, да, прошу прощения. Но это, конечно, отдельная песня, работа с корпусом. Большая наука, которую изучать и изучать всем нам. Потенциально зацеп изнутри, ну шикарно же. Да, здорово. Отличный прием. Казался сверху в итоге Датсаев. Посмотрим, насколько он будет эффективен здесь. Ну и, собственно, впервые мы в этом поединке видим позиционное доминирование и время для его реализации. Ну, кто знает, может быть, кроме хорошего бокса, Карманкулов еще и здорово работает со спины. Сегодня мы видели уже... Сегодня мы видели уже очень красивые приемы именно в исполнении работы бойца, который находился снизу. Да, здорово. Хороший контроль от Датсаева. Да, и Аркадий Кармануков, конечно, тоже, ну вот, если, по крайней мере, выберется с этого удушающего захвата. Да, плотно там Датсаев взялся, насколько я понимаю, но нет, нет, показывает большой палец. Аркадий, все нормально. Ооо, все! Вот это да! Вот это да! Браво! Браво Датсаеву! Да, ну и, собственно, что стоит отметить? Действительно, довольно часто можно слышать такую точку зрения, что этот прием обязательно проводится, когда вправляются ноги. То есть сначала мы должны заправить ноги обязательно и только потом проводить удушающие со спины. Но на самом деле это, конечно, не так. И вот очередное тому подтверждение. При хорошем захвате можно задушить просто руками, упираясь к груди у спину. Этого вполне достаточно. Сначала вроде показалось, что все хорошо, но, видимо, сам пропустил тот момент, когда пора было сдаваться. Или просто проявил мужество и не стал сдаваться в этом эпизоде. И, в любом случае, уважение к этому спортсмену. Аркадий действительно большой молодец. Ну и давайте дождемся официального результата. По четвертой минуте, 30-й секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал Ислан Кудырмецкий. Поздравим его с этой яркой победой. Ну и честно скажу, конечно, за обоими бойцами хочется следить еще и еще. Яркие бойцы, каждому из которых хочется пожелать только одного – успешной карьеры.